Все, что попадает в контейнер спецавтохозяйства по уборке города, будет вывозить и дальше по утвержденным тарифам. А вот то, что выгрузят около площадки, а чаще всего это строительный мусор, должно вывозиться по специальным договорам. Проще говоря, снес стену, демонтировал сарай, вызывая отдельно бригаду САХА. Если такого договора нет, а отходы сброшены у контейнеров, как это часто бывает в дело, вступит административная инспекция. В прошлом году было составлено более 550 протоколов об административных правонарушениях. Размещение крупногабаритных отходов в обычные мусорные контейнеры не допускается. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность согласно закону Краснодарского края об административных правонарушениях. Штраф за нарушение данных правил составляет для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 2 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 15 до 50 тысяч рублей. Штраф для граждан, конечно, небольшой, вот и нарушает правила благоустройства, хотя за эти же деньги можно без проблем вывести отходы. Например, вывоз одного 50-килограммового мешка стоит 316 рублей, плюс работа грузчика, если не готовы сами нести, 70 рублей за один мешок. Тем более в ближайшее время с приходом регионального оператора все, что стоит рядом с контейнером, так и останется стоять. Мы прекратим с приходом регионального оператора, потому что региональный оператор, это оператор с твердыми коммунальными отходами, он будет заказывать услугу по вывозу твердых коммунальных отходов и САХ по уборке города будет осуществлять вывоз строго по техническому заданию регионального оператора. Фактически мы будем вывозить отходы, попавшие внутрь контейнера, подлежать вывозу будут только отходы из контейнера и просыпавшиеся во время погрузки. Новый региональный оператор по сбору мусора, который выбран в рамках реализации федерального закона, это предприятие «Крайжилкомресурс». Оно сейчас занимается приемом базы абонентов и формированием тарифа. Работа завершится весной. К этому же времени усилится работа контролирующих служб. Нарушители будут выявлять в том числе и при помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», в зону действия которых попадает много контейнерных площадок. Более того, в рамках федерального проекта «Умный город» предполагается увеличить количество таких камер, в том числе и в спальных микрорайонах. Это позволит быстро выявлять и штрафовать нарушителей, которые привозят строительный мусор к контейнерным площадкам. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.